Привет, красотка! И сегодня у нас такое интригующее название, интригующее видео. Возможно ли сделать макияж косметика всего на 1790 рублей? Но, как вы видите, я сейчас без макияжа, значит, именно это я и буду делать. И на самом деле этим видео я хотела сказать о том, что многие-многие продукты косметические можно использовать не всегда по назначению. У меня передо мной сейчас всего лишь 5, представляете, 5 средств, которыми я сделаю весь макияж. И это не будет типа просто ресницы и брови. Нет, это будет полноценный макияж, просто мы будем использовать немножечко по-хитрому продукты. Более того, у нас макияж может получиться на самом деле еще дешевле. Но я заказывала качественную косметику из Кореи. Мне помог уже любимый сайт Лаки Косметик, я не первый раз у них заказываю. И это вообще нонсенс. Мне кажется, что за такую сумму, в принципе, макияж, да, возможен 5 средствами. Так еще и косметика очень качественная. Поэтому давайте меня красить. А очень важное объявление, должна сказать, что если вы досмотрите это видео до конца, то вас ждет самый невероятный конкурс в вашей жизни. Но нет, это слишком громко. Хорошо, самый невероятный конкурс на моем канале точно за историю моей блогерской карьеры, потому что... Сейчас, секундочку. В этом видео я буду разыгрывать 3 свои бьюти-коробочки. Если вы смотрели мое прошлое видео, то вы уже в курсе этой потрясающей новости, что у меня есть свой бьюти-бокс. Для того, чтобы узнать, что нужно делать, чтобы выиграть его, смотрите до конца. Итак, я выбрала 5 средств, и одним из них у нас является тон. То есть это то, что покроет у нас все лицо. Я не стала брать и консилер, разумеется, и тональник, потому что мне нужно было уложиться в определенную сумму. Поэтому я взяла биби-крем. Это всего одно средство, которое мы сегодня будем наносить на лицо. Очень буду надеяться, что мне он подойдет по цвету. Биби-крем имеет свойство еще приспосабливаться к цвету кожи. То есть если буквально на полу тона, так сказать, у вас цвет отличается, то, возможно, это будет незаметно, он подстроится. Собственно, у меня тон почти идеально подходит. У меня чуть-чуть, наверное, посветлее мой ежедневный. Здесь, собственно, никаких премудростей. Биби-крем мы никак не сможем использовать не под назначением, мы просто его используем на все лицо. Это достаточно необходимый этап макияжа. Если вам хочется потестировать корейскую косметику, допустим, в вашем городе, в ваших магазинах, маленький ассортимент, да и, тем более, в интернет-магазинах очень часто есть скидки и намного выгоднее покупать, то я очень советую магазин, нет, не магазин, сайт. Лаки Косметик. Посылочка приходит с милыми тестерами. Вы можете попробовать что-то новое для себя. В подарок, конечно. Вся косметика очень хорошо упакована, все доезжает в целости и сохранности. У них, кстати, есть свой канал на YouTube. Это, знаете, очень интересно смотреть такие ролики, потому что корейцы, они в первую очередь придумывают, точнее, не придумывают. У них это, по-моему, в культуре есть. Какие-то традиции макияжа, чтобы, там, не знаю, оставаться до 60-80 лет, мне кажется, с идеальной кожей. Ну, вы серьезно видели их старости? Видели их в зрелом возрасте? Что вообще с их кожей происходит? Я вообще в шоке. Возможно ли познать эту тайну? Ну, в общем, у них на канале очень много корейских таких секретов. Кому нравится корейская косметика, я вот без ума вообще от нее, особенно от уходовой, это просто что-то с чем-то у меня, по-моему. Большинство моих косметических уходовых средств это именно корейские. Я им очень доверяю, они очень эффективные. В общем, кого эта тема интересует, я оставлю ссылку в описании. Ну, а я тем временем уже, на самом деле, растушевала свой BB-крем. И посмотрите, я уже более-менее похожа на здорового человека, потому что у меня, конечно, были вот здесь покраснения, вот здесь покраснения, синячки и все равно. Итак, двигаемся дальше. Пока у меня все немножечко впитается, немножечко замотовеет, так сказать, пудра, потому что мы сегодня не будем пользоваться, мы перейдем мягко к бровям. И для бровей я взяла вот такое средство, мне кажется, это достаточно универсальная вещь. Это гель для бровей просто прозрачный. Круто, если вам нравятся гели для бровей с пигментом, то есть, допустим, под цвет ваших бровей. Я зачастую наоборот, фиксирую брови гелем, немножечко их прокрашиваю тенями или карандашом, и еще раз фиксирую гелем. Этот у нас гель для бровей от, 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 лимони. Лимони, 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 я не знаю. Тут у нас, в принципе, все легко. Пока что могу сказать, мне нравится сама щеточка, очень удобная. Насчет фиксации, я думаю, еще рано говорить. Я думаю, что этот гель еще проявится. Сейчас немножечко подожду. И мы переходим к одному из самых универсальных средств в мире. Я специально взяла его не в палетке, а именно просто отдельно вот таким вот средством. Это называется... Я даже не знаю, как назвать. Это называется спасательный круг. Потому что это можно назвать корректором, это можно назвать румянами, это можно назвать тенями для бровей, это можно назвать тенями для глаз. В любом случае, это просто-напросто хороший, подходящий вам. То есть, это нужно прям постараться найти. Но если найдете, то это будет идеальный просто продукт вашей косметички, потому что что он будет делать? Он будет делать вам овал лица. То есть, он будет заменять вам скульптором. Он сможет рисовать вам брови. Он будет вам прорисовывать стрелочку вдоль роста ресниц. Или прям полноценную стрелочку. Он будет прорисовать вам складочку века. Мне кажется, уже в принципе достаточно. Так что я беру скошенную кисточку и подчеркиваю наши брови. И после оформления бровей еще раз фиксирую их прозрачным гелем для лучшей стойкости. Ну что, теперь этим же средством мы пройдемся по верхнему веку. Сделаем небольшую стрелочку. Этот прием сделает глазки более выразительными. Реснички сделает чуть гуще визуально. И раз мы уже задели глазки, давайте перейдем к следующему продукту, который я выделила как обязательный в макияже. Потому что тушь для ресниц никого и ничто не заменит. Это как бы необходимая вещь, чтобы открыть наши глазки. Тушь подкручивающая, давайте мы ее потестим. У меня она больше даже не подкручивает, а удлиняет и разделяет. Отлично, пока мы не перешли к скульптурированию лица. Все тем же продуктом, между прочим. Я открою вам пятое средство, которое я использовать сегодня буду. Очень странный порядок слов. Это помада. Конечно, оттенок нужно опять же выбирать под себя, потому что нам нужен сейчас такой оттенок, который подойдет и для наших щечек, чтобы сделать румяшки, и для наших губ. То есть, разумеется, это не матовая помада, это просто какая-то хорошая увлажняющая кремовая помада, понравившая, гостя, вам оттенка, которую мы нанесем буквально вот так вот. Как знаете, такой будто бы эффект поцелуя, раньше так называли, зацелованных губ. На самом деле это просто достаточно такой естественный эффект, когда вроде бы это и твои губы, и твой цвет губ, а вроде бы там что-то есть. Но без особых границ, без каких-то очертаний, без карандашей. И этот же оттенок мы наносим на щечки, чтобы создать румянец. Я прямо буду наносить пальчиком. И на щечки. Вот тут тоже самое важное, просто найти ваш оттенок, чтобы румяна создавали вам такой красивый румянец, будто бы с улицы пришли. В принципе, за счет того, что я не наносила пудру, мое лицо где-то поблескивает, даже где-то в выигрышных для меня местах, потому что это типа та зона, где должен быть хайлайтер. Но хайлайтер у меня сегодня нет, потому что это уже, знаете, такие излишества. А вот тем же самым средством мы нанесем, я думаю, скульптурирующее средство. Но главное аккуратно, чтобы это хорошо растушевалось, потому что так как не было пудры, у нас лицо такое полувлажное. И вуаля! Наш макияж за 1790 рублей, состоящий из пяти средств, готов. И я бы не сказала, что он чем-то отличается от моего макияжа ежедневного, где в сумме точно не 1790 рублей, и где просто дофига продуктов, где разные палетки, где разные тени. Вот что мы имеем. И это все еще с учетом того, что косметика-то у нас была не просто так, лишь бы носки-дончики купить за 100 рублей, а это была корейская качественная косметика. Мы переходим к сладенькому, мы переходим к вот этой вот коробочке. Немножечко приоткрою завесу тайны, что будет в составе, но это так, чисто секретная информация, и я много рассказывать не буду. Конечно же, декоративная и уходовая косметика. Это настолько мои фавориты, мои мастхевы, что я не могла не положить их в коробочку. Помимо косметики, там будет то, что можно скушать, то, что можно надеть на себя. В создании бокса участвовали такие бренды, как Форео, Бенефит, Урьяш, корейский, кстати, корейский, к теме нашего сегодняшнего видео, корейский бренд Тони Молли, Катрис, Диваж, Вивен Сабо, Сплат, Блистекс, и много еще, на самом деле, всего. Если хотите увидеть подробности, я все бренды напишу в комментариях. Ну, а доля секретов должна все-таки остаться, загадочка какая-то. Поэтому ждите видео, которое выйдет 6 декабря, и там я просто вдоль и поперек рассказываю все о коробочке. А пока что перейдем к конкурсу. Итак, три счастливецы, три мои подписчицы смогут выиграть бокс, если первым условием нужно выставить в свой инстаграм любую фотографию с тобой, но главное при этом указать хэштег «Красотка хочет бокс». И второе условие, их всего два, это подписка на мой инстаграм и подписка на инстаграм Royal Samples. Royal Samples это компания, совместно с которой я делала эту коробочку. Вот здесь можно видеть. И уже, собственно, 5 декабря, то есть за день до дня старта продаж, я оповещу о результатах в своем инстаграме, так что не пропусти. Участвует Россия, Беларусь, Казахстан. Ну, а я вас красотки очень сильно люблю и увидимся совсем скоро, 6 числа, собственно. Улыбайтесь чаще и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok